Всем добрый день! Сегодня у меня рецепт лучшей домашней омолаживающей маски с лифтинг-эффектом для кожи лица. Она успешно борется с возрастными изменениями. Эта замечательная действенная маска способна сохранить здоровье, красоту и молодость кожи на долгие годы. В состав маски входят три ингредиента. Каждый из них может быть использован самостоятельно в качестве отдельной полноценной маски. Поэтому, используя их одновременно, мы усиливаем действие маски в разы, так как кожа получает весь комплекс витаминов, аминокислот и увлажняющих компонентов. Какие ингредиенты потребуются? Первое – это овсяные хлопья. Ценное достоинство домашних косметических средств из овсянки в том, что они благотворно действуют на кожу любого типа. При жирной, пористой коже овсянка очищает ее, избавляет от жирного блеска, предупреждает появление воспалений и углей. Сухую и чувствительную кожу увлажняет и питает. Нормальную и комбинированную освежает, поддерживает баланс влаги и питательных веществ. Овсянка – это популярный компонент антивозрастной косметики. Второй ингредиент – семена льна. Семена льна содержат большое количество жирных кислот. Маски с семенами льна дают омолаживающий и длительный лифтинг эффект. Третий ингредиент – это банан. Банан прекрасно увлажняет кожу, снимает покраснения, разглаживает морщинки, регулирует работу сальных желез. Благодаря содержанию фруктовых кислот, шелушения и отмершие клеточки кожи растворяются и легко удаляются. Маски из банана отлично питают кожу, омолаживают, делают ее упругой. Для маски также потребуется 2-3 столовые ложки теплой кипяченой или минеральной воды. Как приготовить маску? Сначала нужно взять 1 столовую ложку овсяных хлопьев и 1 столовую ложку семян льна. И перемолоть их с помощью кофемолки в муку. Я уже заранее перемолола. Теперь соединяю хлопья и семена льна. И маленькими порциями буду добавлять теплую, у меня кипяченая вода. Тщательно перемешиваю, у нас должна получиться консистенция пасты. Еще немного воды добавлю. Вот такая паста получилась. Теперь я минут на 5-7 отставляю. Это дам настояться этой смеси. А пока возьму третью часть банана и разомну его вилкой. Вот такое пюре у меня получилось. Теперь я добавляю его к смеси муки. И буду тщательно перемешивать. Все ингредиенты тщательно перемешала. Вот что у нас получилось. Маска полностью готова к использованию. Наносить маску нужно на тщательно очищенную кожу лица, шеи, зону декольте. Также ее можно наносить на нежную кожу вокруг глаз. Оставить маску на коже на 20 минут. Чтобы легче было смывать маску, сначала снимите ее с помощью бумажного полотенца или салфетки. Затем смойте теплой, а потом холодной водой. При необходимости нанесите свой уходовый крем. После маски ваша кожа станет гладкой, эластичной, упругой, подтянутой и посвежевшей. Чтобы сохранить свежесть и молодость кожи на долгие годы, делайте такую маску раз в 10 дней. А я желаю вам всего только самого доброго. Будьте здоровы, красивы. Делитесь видео с друзьями. Спасибо, что были со мной. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok